Сегодня происходит очень важное событие не только для Касимова Рязанской области, но и для всей России. Я это утверждаю просто, потому что это действительно... В первую очередь я еще хотел сказать, что 300 лет назад мои предки проживали здесь, в городе Касимова. И потом по волею судьбы переехали в республику Башкорстан. Я родился уже в республике Башкорстан. И для меня город Касимов, можно сказать, такое историческое место во всех отношениях. И сегодняшнее событие это очень грандиозное дело для всей России. Это как бы вот, даже можно сказать, возрождение памятников, реставрация памятников. В малых городах, к сожалению, финансирование не такое большое. Но вот я надеюсь, что вот с сегодняшнего дня эти реставрационные работы во всех малых городах России будут возрождаться, развиваться на благо всех жителей Российской Федерации. Когда я увидел сегодня памятник, мне очень памятник понравился. Во-первых, это красивая женщина, статная, такая настоящая царица. А с другой стороны, она очень женственная, очень, как настоящая женщина, является олицетворением всех женщин России, и мусульман, и других религий. В общем, памятник получился на славу, на мой взгляд. Очень хороший, красивый памятник. Ну что, друзья, торжественное открытие памятника царицы Сюенбеке состоялось. Прошло оно очень красочно и ярко, но я думаю, вы все это увидели, в этом убедились. И хочется пожелать, чтобы все народы, населяющие Касимов, Рязанскую область, всю нашу страну, жили в мире и согласии. И именно с такой целью ставится этот памятник царице Сюенбеке. Сюенбеке Сюенбеке Вот если историю самой Сюенбеки посмотреть, А ведь она сама тоже была и в Казанском ханстве, как бы, да, такой приезжей, условно, да, из Нагайских корней, условно, да. Она правила там, где в основном булгарские татары, да, проживали. Потом она приехала сюда, где существовало ранее Касимовское ханство. Поэтому, если вот правильно смотреть на эту ситуацию, то, да, она должна быть поводом для объединения все-таки разных, опять же, таких, да. Не то, что на народов, а для объединения людей с разными корнями, скажем так. И сегодняшние события, открытие памятника царице Сюенбеке в городе Касимов, это является поводом, во-первых, для того, чтобы снова познакомиться с историей, с теми событиями, которые происходили в то время. В то же время это повод сегодня лишний раз встретиться, еще раз отметить это событие, объединиться, поздравить друг друга в очном формате. Благо, и погода сегодня хорошая, и настроения у людей приподнятые, есть возможность познакомиться с Касимовцами, посмотреть на этот прекрасный город. Через несколько минут здесь откроется первый в России памятник царице Сюенбеке. Это памятник мусульманке, женщине, большого мужества, благородства, покровительнице наук и искусства. Это также памятник огромной верности и преданности своему народу, готовности жертвовать ради его будущего, своей жизнью. Искренне поздравляю всех вас, дорогие мои братья и сестры, дорогие мои сограждане. За весомый вклад в сохранение культурного наследия народов России и развитие межнациональных и межрелигиозных отношений наградить медалью мусульман России за духовное единение. Рахматуллину Альфию Бахиджановну, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, автора творческих проектов, связанных с историей и культурой народов России, активного члена творческой группы по созданию образа Сюенбеке. Для того, чтобы этот памятник сегодня открылся, надо было, конечно, что-то делать, что-то искать. Я, конечно, как руководитель Всемирного Конгресса Татар, в первую очередь с огромной благодарностью говорю жителям Касимов, которые практически поддержали руководство города, которые практически все инициативы, которые были озвучены руководством нашего отделения. Здесь автономии были поддержаны людьми, руководителями, инвесторами и, само собой, это руководство Рязанской области, которое тоже, ссылаясь на опыт, на поддержку местного населения, поддержало этот проект. И когда мы говорим о нашей автономии, всегда у него есть руководитель, есть активисты. И мне очень приятно, что этот человек, несмотря на большое сердце, умение работать, созидать, строить отношения, остается таким скромным. И со стороны смотрит здесь. Ильдар Афанда, выйди, пожалуйста, сюда. Подборные аплодисменты. И будь, пожалуйста, вместе с нами. Потому что вся инициатива начиналась от него, когда он приехал и сказал, мы считаем, что наступило время. И мы уже почти договорились со всеми, если будет поддержка со стороны наших единомышленников. И я поздравляю от всей души всех нас с этим замечательным событием. Всем мира, добра и благополучия. Благодарим почетных гостей за участие в этом историческом событии. Благодарим почетных гостей. Благодарим почетных гостей. Благодарим. Продолжение следует...